Дорогие друзья, рассказываю секретный план, как сделать суфлер своими руками. Итак, у вас есть некая, будем говорить, конструкция. Например, это ведерко для стирального порошка. Если здесь есть крышка, отрезаете, она не нужна. Дальше. Вам надо, чтобы отсюда до сюда, вот так, под углом примерно 45 градусов, располагалось стекло. Вот здесь оно может крепиться шурупчиком. У меня он так вот снизу идёт. А здесь он упирается в подушку камеры Logitech. У меня C920, но Logitech Brio тоже пойдёт. Вот эта подушка. Так. У неё... Вот так. Одна лапка поднимается. Вот здесь ось. И на этой лапке ещё одна ось. И тут находится корпус этой самой камеры с объективом. Вот это сама камера. Тут у неё где-то объектив. Вот эту лапку можно поднимать вверх-вниз, регулировать, наклонять, регулировать как угодно. Она всё двигается и хорошо фиксируется. И вот эта подушка крепится болтом к треноге. Вот тут тренога. Допустим, она вот так. Может быть не совсем ровно, но вот крепится. И что важно, что этот крепёж, он одновременно, вот эта подушка, через отверстие, через отверстие в этом ведёрке крепится к этой подушке. Получается, что вот эта ведёрка вместе с камерой одним этим болтом крепится на основе этой треноги. Вот это одно целое. Поворачивая треногу в разные стороны, регулируя вверх-вниз, у неё три плоскости вращения, вы чётко горизонтируете свою камеру. Вот ваш глаз. Это ваш глаз. Вот вы смотрите. И ваш взгляд попадает ровно в объектив камеры. Через вот это прозрачное стекло. Дальше. Стекло, я уже говорил. Где-то 4-5 миллиметров. Толстое. Его ещё надо найти. И оно слегка затемнённое. С дымкой. С лёгкой дымкой. Такое сероватое. Прозрачное сероватое. Тогда текст будет прекрасно отчитаться. Сам смартфон ваш будет лежать вот тут. Вот это ваш смартфон лежит на донышке вот этого ведёрка. Вот он лежит. И там бежит ваш текст. В зеркальном отображении он здесь виден. Вы его читаете. Он бежит на этом стекле. Но зритель видит только ваше лицо, ваши глаза. Что ещё? Вот здесь сбоку на ведёрке я сделал отверстие для провода питания. Чтобы телефон случайно не разрядился во время работы. Он постоянно подпитывается. Ну вот и вся схема. Вот это всё получается лишнее. Поэтому я у себя вот так вот это всё отрезал. Выбросил. Вот это выбросил. Лишнее. И у меня вот этот конец, старец, я получается оставил проход, чтобы рукой удобнее сзади. Вот камера вот здесь сзади вставляется, привинчивается. Здесь удобнее. Вот эта вот стенка получается не нужна. Пластиковый корпус получается жёстким. Он не гнётся, не проваливается. Нормально держится. Всё хорошо. И так вот эту верхушку, где ведёрко, я отрезал болгаркой. И здесь, вот тут главное подгадать. Сначала поставьте первое, это стекло. Второе, под это стекло, что примерно под 45 градусов. Ну это на глаз можно посмотреть, где будет крепиться подушка камеры. И тогда под это расстояние наметьте отверстие для крепежа к треноге. Вот это наметьте. И всё у вас получится. Так, первое стекло. Второе, вот это отверстие. Вот это отверстие. Третье, прикрепить подушку. Четвёртое, вот эти вот оси подрегулировать. Это, это подрегулировать. Выставить всё нормально. Ну и пятое, ставить сам телефон. Смотреть, как всё работает. Всё очень просто. Ну работаю примерно на полчаса. Вот это всё нужно. Ну и вот финальный результат. Немножко грубовато сделано. Вот это коврик, чтобы не соскальзывал телефон. Там видно отверстие. Передняя кромка моей камеры уже там клеем заляпана. Не обращайте внимания. Вот это вот боковушка у меня подрезана. И у меня не на треноге, а висит между телевизором и кромкой монитора. Всё в воздухе. Спасибо за внимание. Вот так всё будет работать. До свидания.